Донбасс 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 Получается, с горсовета посмотрели, приехали наблюдатели от ОБСЕ посмотрели. Ну, один российский, второй, я так понял, украинский приехал. И все. Сейчас все люди бедные. Сегодня в 7 утра в здание Славянского городского совета вошли вооруженные представители батальона территориальной обороны Харьков-2. И, как выражаются, местные активисты произвели зачистку. Больше об этом знает Виталий Сизов, который в 7 часов утра наблюдал за происходящим в Славянске. Виталий, ты меня слышишь? Да. А ты можешь рассказать подробно, что произошло сегодня в Славянском городском совете? Ну, вошли вооруженные люди, батальон Харьков-2. Да, местные активисты там под горсовета, у них там такой маленький импровизированный майдан, там несколько мусорных баков и покрышек стоит, они добиваются, чтобы их ввели в состав руководства города. То есть они хотят должность первого заместителя городского головы и одного из заместителей городского головы, чтобы влиять, контролировать власть, как они заявляют, им эти должности нужна. А бывший секретарь, ну, дальше действующий секретарь городского совета, господин Придворов, он сейчас выполняет обязанности мэра, потому что городская глава Нелештепа, как мы знаем, задержана по обвинению в сепаратизме и находится в соответственном изоляторе Харькова, вот пока ее нет, выполняет обязанности Придворов. Он на их требованиях удовлетворить отказывается, и поэтому вот они хотят провести что-то типа мусорной люстрации. И утром зашел Харьков-2, он батальон Харьков-2, и якобы для наведения порядка, чтобы убрать вот эти все баки мусорные и прочее. Виталий, а что такое Харьков-2? Я первый раз слышу о таком названии батальона. Да, батальон территориальной обороны Харьков-2. А что он, ну как давно он в Славянске находится, где он раньше был? Ну как давно, я сказать не могу, как он находится давно в Славянске. Местные жители говорят, что в принципе он был до этого в Славянске, но как-то активно его заметно не было. Больше заметен батальон Сич, батальон Киев-1, Киев-2, да, а Харьков-2. Как-то заметно его особо раньше не было. Но была информация, что представители этого батальона не пропускали журналистов в здание Славянского городского совета, это правда? Да, был такой инцидент небольшой, они не пропускали, не давали себе снимать в здании городского совета. Не пропускали на основании того, что не положено, и что-то там, якобы, какие-то переговоры. Но это было тогда, когда здание городского совета... Можно ли говорить о том, что в Славянске фактически подавили Майдан какой-то местный или как это трактовать? Нет, 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 я же продолжаю. В 11 часов, там где-то в 12 появился секретарь горсовета, он в сопровождении охраны, как я понял, тоже из бойцов этого батальона. Видимо, он считается каким-то охранеевым лицом, если он мэр города, в какой-то зоне озона ходящегося, фактически мэр. И он провел переговоры с представителем активистов этих, и предложил им должность заместителя обычного, и в принципе все. И удалился, сказал, сокомментировать вот эти переговоры в сопровождении бойцов. Насколько я знаю, Придворов написал заявление о сложении полномочий себя секретаря городского совета еще минувшая неделя. Он остается секретарем городского совета, потому что его остаться должна принять сессия городского совета. Поэтому какая-то политическая игра непонятно идет. Но из-за чего все началось? Из-за того, что первым заместителем поднимали кандидатуру, которую хотели назначить первым заместителем городского головы, Валерия Радченко, это бывший начальник МВД Крыма. И вот, фактически, как люди говорят, что, ну, те, которые являются активистами, что этот человек, грубо говоря, не знал, это я их лектик повторяю. За Украинск, за Иславянск. И их это не устраивает. И их вообще не устраивает то, что их отстранили от принятия решений. И, естественно, что большинство городской ветер осталось из партии регионов. И оно хоть и потеряло какую-то формальную связь, но неформальную связь работает. И вот архивисты хотят как-то это расколоть. Но как-то все похоже на то, что Придворов привел свою охрану в здание Славянского городского совета. Там был один из помощников министра внутренних дел. Я сейчас его фамилию не назову, позже буду рассматривать видео, он там представлялся. И, ну, как говорят местные активисты, что бойцы батальона охраняют и несколько депутатов от партии регионов. И, ну, какая-то такая политическая игра, получается, борьба за должности в городском совете. Хорошо. Спасибо, Идалий. Ну, это означает то, что этот Придворов, господин секретарь Васильев, он тоже из партии регионов. Ну, естественно, у них возникают вопросы, почему, что вообще, было ли в стране, был ли Майдан, была ли антипиористическая операция. Ну, как и везде, люди возмущены тем, что не наказан, по сути, ни один сепаратист. Если что мы видим по городу Славянску, мы видим только арест мэра, который, ну, плюс-минус, да, может, где-то виноват, где-то не виноват. А это Неля Штепа имеется в виду? Да. Ну, как это люди видят? Ситуация спорная, но дело в том, а где задержанные начальники СБУ или начальники МВД? Ну, по некоторой информации, некоторые сотрудники СБУ даже сейчас находятся в Донецке и воюют на стороне сепаратистов Славянского, как и сотрудники милиции. Потому что треть сотрудников милиции не смогли найти после того, после освобождения города. И у людей возникает вопрос, а кто вообще наказан? То есть нашли Штепу, у которой там не было ни милиции, ни власти, никакой, ну, каких-то силовых рычагов. А где те люди, которые там слили город, депутаты спорти регионов тоже? Где же сын Азарова Алексей Азаров? До сих пор это неизвестно. Хорошо, спасибо, Виталий, за информацию. Это был Виталий Сизов, журналист наш из города Славянска. Я напомню, сегодня в 7 часов утра там появились бойцы батальона Харьков-2 и произвели зачистку периметра здания городского совета, вокруг которого находились активисты, находились мусорные баки. И люди, активисты требовали не допустить возвращения партии регионов на руководящие должности в Славянский городской совет. Тем временем в Краматорске, и у нас есть видео из Славянска, можно посмотреть, что там происходило. А был какой-то повод его охранять? То есть зачем-то вас сюда вызвали? Были провокации, возможно? Никто не вызвало. Никаких провокаций здесь нет. Это наша работа. Мы должны в Славянске осуществлять охрану общественного порядка. И не будем. Это рота патрульно-постовой снега. Никаких столкновений у нас нет с другими подразделениями, тем более с оппозицией, которые проводят здесь какие-то массовые мероприятия. Мы беседовали, да, выясняли отношения. Но столкновений никаких не было и не будет. А вы здесь по просьбе городской власти или вы просто исполняете свои обязанности? Мы исполняем свои обязанности. Находимся на территории Славянска по указанию Министов. Представьтесь, пожалуйста. Игорь Георгиевич, полковник милиции, командир роты Харьков-2. Ситуация у нас очень тяжелая. Как видите, сейчас за спиной стоят люди вооруженные. Они относятся к подразделению Харьков-2. Сегодня в районе 6 часов утра прибыли они сюда, так как они говорят, по распоряжению вышестоящего руководства. Какое оно у них, мы не знаем пока что. Попросили уборщиков, чтобы убрали мусорные баки. На данный момент нас не пускают в здание госполкома. За два дня приезжали они в ночь. Мы здесь смотрели за порядком, как граждане Славянска. Приехали на джипе, он стоит в Митсубиси. Искали активистов, угрожали. После чего, когда мы вышли, уехали. Но сейчас не пускают ни в госполком. Закрыли туалеты. Невозможно ни кофе купить, ничего. Другими словами, просто выдавливают нас отсюда. А утром что происходило? Они силой вас оттуда выдворяли? Мы не успели. Мы как бы выезжали с утра. Нас не было где-то с 4 до 6. Нас не было. Когда мы приехали к 6-ти часам, нас уже просто не впускали. Еще один инцидент сегодня произошел в городе Краматорске. Сын бывшего председателя Донецкой областной государственной администрации Анатолия Близнюка Сергей Близнюк. Бизнесмен и фактически управ делами всем семейным бизнесом семьи Близнюков. Решил баллотироваться в депутаты Верховной Рады от округа, расположенного на территории города Краматорск. Наши журналисты сегодня зафиксировали встречу Близнюка с трудовым коллективом школы, местной школы, расположенной в городе Краматорск. В рабочее время учителей пригласили на встречу с этим кандидатом в депутаты. А затем кандидат в депутаты сказал, что нужно сделать с журналистами громадского телебачения. Есть прямая речь. Без изменений мы ее сейчас покажем. Верховная Рады от округа, расположенного на территории города Краматорск. Голосуйте за представителей Востока. Не поддавайтесь пропагандам. Они нам ничего такого здесь не сделают. Кроме нас самих, надежды нет ни на кого. А кто такие они? Не сказали. Вы говорите, они нам ничего хорошего не дадут. Кто они? Пронгайские артипалы. Типа вас. Мы с вами не знакомы. Я с вами не хочу дискуссию суббат. И не знаю, по вашему пути, для вашего какого-то общественного телевидения. Еще вопрос. Я считаю, что для избранника народа самое главное, это все-таки быть честным человеком. Правильно? Вы разделили эту ручку? Я вам не предулю, не даю. Я вам не собираюсь называть УНГ. А вы же про российские представители? Вот вы говорите, если вас не устраивает украинские взгляды, а у вас не про российские? У меня? Да. Что такое про украинские? Я спросил, что такие они? Вы говорите про украинские националисты. И в следующем видео цитата более точная относительно журналистов. Донецкая Народная Республика будет адаптировать судебную систему. Да, видео готово. Олазуйте за представителей Востока. Не поддавайтесь пропаганам. Они нам ничего такого здесь не сделают. Кроме нас самих надежды нет ни на кого. В Славянске можем вас в студию предоставить на прямое решение? Я не знаю. Завтра включаться. Нет, я прошу прощения. У вас люди такие, как Мацука. Понимаешь, мне хочется вот такого взять человека, который предлагает меня мусорный бак, ваш Мацука, вы. Понимаете? Мне не верно, человек. И так же самое. Хочется вас взять и опустить. Я не знаю, у кого это лучше получится. Попробуйте. И выпал. То есть, таким образом, Сергей Близнюк предложил опустить журналистов в мусорный бак, судя из этой цитаты, которую мы услышали. Дальше есть видео, которое сняли журналисты на захваченном телеканале Юнион. Это Донецкое телевидение. Где они говорят о том, что будет переоформление судебной системы в рамках существующего российского законодательства. Это судебная система, имея в виду оккупированной части Донецкой области. И вот так этот сюжет выглядит. Донецкая Народная Республика будет адаптировать судебную систему под российское законодательство. Об этом сообщается на сайте ДНР. Это означает, что придется переучиваться под новые законы и методы работы. Власти также продолжают формировать штат Верховного Суда. В настоящее время кандидаты подают соответствующий документ. Каждую кандидатуру рассматривают в индивидуальном порядке, как в секретариате, так и в службе безопасности, совместно с органами МВД, МГБ и прокуратуры. Планируется в дальнейшем включить представителей этих силовых структур и в постоянный состав комиссии, сообщают власти ДНР. Один из лидеров вооруженных сепаратистов Андрей Пургин заявил, что выборы, скорее всего, так называемые выборы Верховного Совета Общественной Организации ДНР состоятся не 2 ноября, а 7 ноября. Якобы это связано с тем, что не готовы избирательные комиссии и участки. Я напомню, что 7 ноября для многих террористов и их сторонников является святым днем. Это день Октябрьской революции, советский праздник. В Донецке неизвестны вооруженные лица, тем временем, пока готовятся выборы. ДНР украли начальника исправительной колонии номер 82 с места его проживания. Об этом сообщала пресс-служба милиции в Донецкой области. Служба безопасности Украины задержала в Краматорске Донецкой области еще двух участников вооруженной бандгруппировки террориста самопровозглашенной ДНР по прозвищу Бабай. Это он сейчас на видео. Как сообщили пресс-службы СБУ, установлено, что один из задержанных, 26-летний П, по кличке Совхоз, принимал участие в строительстве и укреплении блокпостов террористов в Краматорске и отвечал за хозяйственное обеспечение бандформирования. 57% опрошенных Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова считают ситуацию на Донбассе войной с Россией. В частности, на вопрос о том, какое из предложенных определений лучше всего характеризует ситуацию в Донецкой и Луганской областях, 57% опрошенных ответили, что это война с Россией, 13% назвали это гражданской войной, 9% считают происходящие акциями протеста Луганской и Донецкой областей против действий новой власти, 7% считают конфликт на Востоке борьбой с террористическими группировками, 6% борьбой за независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР, 5% затруднились ответить и всего 0,1% считают, что на Донбассе сейчас обычная ситуация. И, напоследок, видео снято Донецким областным комитетом избирателей Украины о том, как проголосовать вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской области, а также из Автономной Республики Крым на тех участках, которые будут наиболее близкими в день голосования от этих людей. На этом выпуск новостей Донбасса завершают. До завтра, до 19. За официйной статистикой в Украине 350 тысяч переселенцев из Донбасса. Згідно з законом, виборці можуть тимчасово змінити місце голосування без зміни виборчої адреси. Для цього треба прийти у відділ ведення Державного реєстру виборців. Обов'язково треба надати письмову заяву про зміну місця голосування. З собою треба мати паспорт громадянина України. Також обов'язково потрібні документи, які підтверджують необхідність зміни місця голосування. Наприклад, довідку з місця роботи або навчання, документи власності на житло та інші. Це потрібно зробити до 20 жовтня. Із питаннями можна звернутися на гарячу лінію Донецького комітету виборців України.